Друзья, и в аудитории, и виртуально с нами, мы сейчас продолжаем. И у нас в процессе общения здесь во время чая возникли вопросы. Я, к сожалению, извините, сделаю тут немножко не настолько хорошо буду соблюдать равноправие. К сожалению, вопросы пока что могут задать только они. Денис, был вопрос. Мне бы больше раскрыть тему по поводу информационной составляющей подбытия. Я не очень понял, что мы имеем в виду информационная модель внешняя и внутренняя. Я начну с такой фразы «за деревьями не видно леса». В принципе, это народная мудрость, которая говорит о том, что зрительный вектор, сосредоточившийся на восприятии частного, отдельного объекта, он лишает себя возможности посмотреть на картинку в целом. И обычно он застреет в познании именно через это свойство. Оно у него врожденное, он так это и должен. Он должен вникать в детали и фиксироваться на частном. А другой вектор, звуковой вектор, он позволяет нам, он как бы вообще изначально, он частное не хочет рассматривать. Или как бы он его дистанцирует, от него отвлекается. Он пытается, знаете, как в фильме про Пучапаева, а в мировом масштабе. То есть мы, когда хотим понять что-то, мы должны выйти за пределы системы. То есть увидеть это немножко как со стороны. В том числе, да, люди с звуковым вектором — это люди, которые способны к самонаблюдению, рефлексии. Мы как бы на себя, да, мы же вообще изнутри живём, да, то есть и там нами какие-то импульсы руководят. И только вот люди со звуковым вектором, развитым, они как бы способны на себя со стороны посмотреть, как будто вот это отдельный объект. То есть они вышли за пределы системы, да, то есть в принципе есть тоже такой очень интересный момент. Весь мир состоит из систем, да, вот. И в принципе вот там три элемента — семья, там папа, мама, ребёнок, да, вот система. Внутри системы чего-то не видно, непонятно. Для того, чтобы понять, что происходит между… Потому что каждый смотрит, я там с дочерью, ну там папа, да, мама, вот дочь. Папа видит, как он общается с дочерью и с супругой. Ну вот внутри оно выглядит так. Дочь дерзит, супруга, блин, там как-то, не знаю, в истерике. Ну, фантазирую, естественно. И вот он, вот если бы она не дерзила, а в истерике не кидалась, я бы был счастлив. Вот было бы хорошо, да, вот это такое. У мамы свой взгляд, у дочери свой взгляд. Мы имеем как бы взгляды и видение этой ситуации от трёх субъектов. Самое интересное, что даже если сложить эти взгляды, ну, просто суммировать, то у нас не получится объективно картинки, что на самом деле там происходит. Надо как бы отвлечься от всех взглядов, да, и посмотреть в общем на картину. Что происходит во время, вот, чем мощнее, почему он такой популярный обрёл метод расстановок? Потому что ты моделируешь семью, да, ты берёшь там трёх заместителей, ставишь их вот в центр комнаты, да, там в центр помещения. Вот мама, вот папа, вот дочь. Спрашиваешь каждого, как, ну, какие там отношения, как воспринимают. И возникает модель, да, целостно мы видим, да, что вот здесь, вот здесь, а вот здесь вот. И мы тогда, возможно, знаете, вот инсайт так называем. А-а-а-а, так вот же оно, в чём дело, да. То есть мы можем увидеть, где основная причина, почему всё так происходит. Почему так как будто зациклена, да, эта ситуация, она повторяется из раза в раз, и каждый раз неприятнее. Грабли каждый раз бьют, ручка всё ниже, бьют всё больнее. И только посмотрев, то есть выйдя за пределы системы, по сути расстановщик, он и является тем, кто должен, как бы, тому, кто заказывает, помочь самому увидеть за пределами системы. Он как бы, у него и позиция должна быть за пределами системы. Потому что я, например, если я стану, он, скажем так, по половому признаку, да, вот папа, да, я мужчина, вот он рассказывает, у меня такие же боли, да, у меня такие же проблемы и так далее. Я, естественно, могу встать на сторону мужчины, да, вот. И буду, он в чём-то прав, однозначно, он в чём-то прав, да. И буду, как бы, доказывать вот этим товарищам, что они не правы. Решу я проблему. Скорее всего, я расшатаю этот треугольник, и там, может, дойдёт до того, что вот мама с дочерью останутся, они объединятся против папы и терапевта, да, и семья распадётся. Понимаете? То есть я должен правоту этого, правоту этого всех взять и одновременно не стать управляемым этим, да, а найти тот ключик, который приведёт так, что произойдёт какое-то изменение, но всем будет хорошо, а не кому-то станет хорошо за счёт того, что остальным стало сложнее, да, и они пришли, им пришлось ужираться, им пришлось как-то вот это самое. То есть, по сути, мне для того, чтобы это, я их должен разобрать на пазлы, да, и по-новому сложить. Но тот, помните, метафора я им говорил, что люди могут быть идеально друг к другу подходить, но они могут быть неправильно законнекчены, да, то есть неправильно соединены. Естественно, тогда розеточка в вилочку, она не входит, и, в общем, ничего не получается, а могло входить. Потому что, по большому счёту, я исхожу из интересного предположения, что мы, в принципе, находя пару, с которой так как-то мы чувствуем себя неосознанно, бессознательно как бы связанными, мы, скорее всего, с ними идеально подходим, но неправильно коннектируем, да, то есть и получается, что не очень довольны каждой из сторон. Можно переконнектить, и будет лучше. Может быть, не абсолютно идеально, потому что достаточно сложно везде. Понятно, я объяснил, да? Так вот, взгляд отсюда, взгляд общий и незаинтересованный, да, это будет звуковой взгляд. А взгляд вот отсюда, это будет зрительный взгляд. И он тоже прав, но в чём-то прав. И это тоже нужно учитывать, да. Будешь держать? Нет, это немножко выдвигается. Да? Нет. Тогда придётся присесть. Ну что, ну как бы невозможно сделать идеальное. Я расскажу предысторию, которую Дениса Алина видели, да. То есть, ну, люди со зрительным вектором, он у меня есть. Люди, которые в очках формально, да, это люди все обязательно со зрительным вектором, потому что он достаточно нежный, он уязвимый, и часто идёт, скажем, нарушение зрения. И они очень теплолюбивы. Они мёрзнут часто, да, они кутаются, мёрзнут. И, в принципе, сейчас так не очень-то это жарко. Я хотел надеть тёплые тапочки, да. Но Маша, посмотрев на меня, хотя я понимал, что я буду стоять за этим самым, меня никто в этих тапочках не будет видеть, за этим самым. Она, в общем, нет, некрасиво, надень туфли и так далее. Закончилось тем, что я её не послушался из другого вектора, из анального. Схема исчезла, да. И одел дальше те тапочки, в которых я обычно хожу. Ну вот вам пример такой коммуникации, которая может, ну, в принципе, сейчас произошла, буквально между нами. Это, в принципе, у меня тоже есть зрительный вектор, но он не доминирует. Теперь давайте я дальше буду рассказывать то, что я хочу рассказать. Всё, вопросы, да? Я удовлетворил, да? Вспоминается анекдот, когда идёт суд. Бракоразводный процесс. Денис, для вас. Бракоразводный процесс, да. И на этом бракоразводном процессе судья спрашивает уже почти бывшего мужа, почему вы разводитесь? Он говорит, она меня сексуально не удовлетворяет. Из залов скакивает мужик и кричит, ты бачьяка, подлюка. Весь город она вдовлетворяет. А типа, увидите ли, не удовлетворяет. Ну, извините, я так пошусь. Смотрите, что я хочу сказать. Да, вот два момента, которые вам важны. Я нарисовал вот первоначально по-другому матрицу. Да, это, кстати, матрица, там вы найдёте в литературе, это матрица Толкачёва-Ганзона. Но сейчас я её нарисую по-другому. И вам это даст уже инструмент для того, чтобы понять, ну, как этим пользоваться. Вот в этой схеме, которую вы уже поняли, там местами они не будут меняться. Хорошо, мы договорились, что это энергия, это информация, это пространство, это время, да? Четыре вектора, сейчас, секундочку, экстраверты, четыре вектора интроверты. Экстравертность, интровертность нам более или менее, людям, да, которые читали литературу, понятно, да? Но она бывает четырёх разных типов, как экстравертность, так и интровертность. И вот сейчас я хочу сказать, что интровертным являются мышечные. Ну, я уже объяснял, да, они любят закрытые помещения, им хорошо, где-то там под одеялом, ну, такого вот. В принципе, им нужно, знаете, как в материнской утробе, вот они там максимально комфортно. В объятиях большой женщины, вот они любят тоже таких крупных женщин, в принципе, они сами обычно телеснокрупные, им это подходит. Интровертным является анальный, я тут буквами сейчас буду писать, да, анальный уверен. он любит дом, он вообще такой человек дома, он, ну, как бы, вот такое, да, семью, вот свое, вот это вот, да, может, огородик, ну, частный, там, да, вот это, это вот его, его, да, и, мой дом, моя крепость, вот это о нем, да, то есть, вот он, в принципе, может в одном доме прожить всю жизнь, да, и там отцовский дом, родительский дом будет, он там в детстве был, да, он о нем все время немножко, ну, если, конечно, родители не устроили там полный кошмар, он будет о нем ностальгировать, да, то он будет ностальгировать о родительской семье. Здесь, в энергии, весьма специфически интровертным, будет обонятельный вектор. Вот, я тут, видите, то так рисую, то так, простите, обонятельный вектор. Ну, вот он, знаете, себе на уме в квадрате, потому что и звуковик себе на уме часто, но он в квадрате, он вообще лишнего не скажет. Вообще, у него есть удивительная способность одним словом поменять всё, то есть брошенным где-то вскользь. Вот, мастер управления, манипуляции, таких, знаете, касательно, чуть-чуть, это же никакой ответственности, да, а может, он дурак, и всё. Может быть, он дурак, да. правильно вовремя сказанное, например, руководителю уритральному, да, резко может поменять отношение к тому человеку, которому этому нужно убрать. И там, как бы, он бьёт десятку всегда, но никогда не расскажет о себе, он никогда не будет откровенным, он никогда не будет раскрытым, он максимально закрыт, из всех этих самых, его, ну, как бы, да, внутренний мир никогда не становится наружным, да, он там с ними и остаётся. Он редко-редко, мне кажется, только в кинофильмах, когда его изображают, он там где-то откровенничает, обычно он никогда не рассказывает. Вот такой, да, интроверт. И, пху ты, господи, звуковой, да, и звуковой тоже является интровертом, хотя не настолько. Звуковой человек идеи. Слушай, ты пишешь, ну как вкусно, не знаю, все равно, не понял. Да, мы что-то спрашивали. Спасибо, что... Бесконечность. Да, пошли, спасибо, что ты меня подправляешь. Извините, ребята. Да, там тоже, который, обонятельный уже у нас. Обонятельный. Да, обонятельный. Обонятельный, да. Немножко, да, наверное, усталости. Так вот, звуковику, он как курица с яйцом, в каком-то смысле, это мотивация проведения этого тренинга, то есть он для меня. Оно давит меня. Я так много знаю. Я так заведен этим. У идей есть энергия своя. Что, блин, мне хочется этим поделиться. Ну, там, правда, к этому подключается, конечно, анальный, который должен передать знания. и вообще-то это люди, единственные люди, которым в одиночестве хорошо. По большому счету, им периодически нужно где-то побыть одному, в лесу, не знаю, там это самое, восстановить себя. Именно они и создали индивидуальность. Вот это вот, то, что в западной культуре, то есть оно сейчас как доминирует, как в принципе некая такая идея, что прежде всего индивидуальность, не группа, психология, она вся на индивидуальность, ну, на личности, на месла, сориентирована. А групповую уже изучают там социальная психология и так далее. И это как-то не особо. Мы смотрим на человека, на одного, вне связи, вне чего. Только вот там семейная и так далее смотрится. А именно он создал, он смог выделиться из толпы. Он вообще-то как бы из тех, кто имеет свое, по-настоящему свое мнение. Им тяжело. Мне в школе говорят, ты пойдешь на этот спектакль. Билеты распространяются. Я говорю, я не пойду, мне не нравится, им это неинтересный спектакль. Меня учительница, да ей бог, здоровья тогда, когда жила, и, наверное, она уже ныне покойная, царствие небесное, она называла, ты фашист. Потому что, когда я на первой партии сидел, когда я сказал, я не пойду, больше никто не покупает билеты. Понимаете? То есть, имел неосторожность, мол, мама меня называла анархистом, и я еще скажу, что некоторые вектора, они перекликаются. Например, уритральный и звуковой это люди очень свободолюбивые и могут поперек шерсти, поперек течения, все. Вот все так, а он нет. А у меня свое позиции, свое мнение, я буду ее отстаивать. Я в одиночестве, но я буду ее отстаивать. Поэтому он такой, знаете, он интроверт, но специфический интроверт, немножечко такого, знаете, высокомерного плана. Да, он считает себя умнее других. Вот когда говорят, ты что, ты такой умный? Да, именно я такой умный, и я этим горжусь. Знаете, кто говорит, кто их недолюбливает сильнее всего? Мышечные. Да. И для них это недостижимая высота. Да, они не понимают. Они очень не любят звуковых. Поэтому гегемон, пролетариат, да, под мудрым управлением товарища Ленина, сотоварищей, он практически интеллигенцию, которая состоит в основном, да, там, ведущий вектор, да, и вообще, как бы интеллигенция, это и есть звуковой вектор, только в обществе, ну, вся она была выкашена, да, та, которая не пошла за ними, а та, которая пошла, потом выкашена товарищем Сталиным. Но это уже отдельно, то есть уже, в принципе, карма, им не надо было идти за этими людьми. Тогда, возможно, они бы не пришли к власти. Итак, а эти экстравертны, но экстравертны тоже каждый по-своему. Ну, я начну с орального. Ну, этому сложно молчать, понимаете, ему сложно молчать, и вообще-то, как бы, сложно на месте усидеть. Первое, что делают маленькие дети, они передразнивают и копируют. Они подражатели идеальные, то есть, ну, и при том, они копируют, знаете, такие черты, которые можно высмеять. Потому что, в принципе, легче всего мы ведёмся на смех, на глубокую мысль. Это ещё, да, и не все, понимаете, их же мало, этих звуковиков. А вот, чтобы всех объединить, ну, проще всего что-то смешное, кого-то скопировать. Все посмеялись, да, всем хорошо. Ну, такой, в принципе, шут, который вот всё время на виду, да, то есть, ему очень важно находиться в этом состоянии, ему это даёт некое наполнение. Есть там одна особенность, что именно этот вектор, если он не в этом процессе, да, то есть, человек с этим вектором, в этом векторе сейчас активный, как только он закончил говорить, ему как бы закончился этот процесс, он чувствует большую очень пустоту внутри. Потому что, по сути, он пользуется не своим. Знаете, оно, когда ты в маске, когда ты кого-то передразниваешь, это же не ты, ну, не себя изображаешь, да, ты изображаешь кого-то, одного, второго, третьего, а где ты? И песня Пугачёвой, там, «Я шут, я реликен, я просто смех», да, и так далее, это как раз в таком оральном векторе, который, в принципе, он всех смешит, он прямо тут, но тут такое интересное, когда он всех смешит, все смеются, но его не сильно уважают. Ну, он клоун. Самое низшее место в иерархии. Он омега, он никто. Но это вот очень интересный момент. Они, джокеры, то есть им позволено, как шутам при королях, а что с него взять? Ну, да, буквально правду врезать, да, то есть там, в Евгении Годунове, Годунову, да, нищий, как его там, такие были в христианстве, ну, ладно, сейчас вспомню название, он говорит, «Вели меня зарезать, как ты велел зарезать царевича». Ну и тут Годунов не реагирует, потому что среагировать всерьез, значит, дать основание вообще-то, да, ну, а этот говорит, и жив остался, да, то есть вот такое. То есть, в принципе, он, интересная особенность, он чувствует глубинно скрытое в людях и сразу же это манифестирует, он делает это, ну, выносит. Иногда даже не задумываясь об этом, он просто, скажем так, переносчик информации, которую он сам не понимает до конца глубоко, что он творит, да, и часто он, чувствуя настроение от одного группы, он сейчас только выдает это настроение, и группа сразу же объединяется, да, вот эти козлы и пошли мы их громить, да, а козлы кто сказал? Он прямо и сказал, да, то есть, и в принципе, такая вот себе экстравертность. Вот здесь экстравертность зрительная немножко другого рода. Этот экстраверт очень часто, во-первых, эти вектора, я забегаю вперед, скажу, что какие-то из них больше свойственны мужчинам, какие-то из них больше свойственны женщинам, и на этом, кстати, Толкачев не делал акцента, а я, в принципе, делаю, и он оставил как-то женщин за бортом, а я их в СВД возвращаю, да, и я вижу роли, да, и в стае, немножко иначе как бы стаю, как она, женская, мужская половинка часть стаи. Но вот это чаще всего женщины, и на женщинах оно ярче всего видно, я буду примеры рассказывать, а у мужчин, которые имеют этот вектор, у нас есть немножко женского, но есть, ну, ну, что поделаешь, в принципе, понимаете, женщины, да, и мужчины. Человек со зрительным вектором чаще всего имеет, ну, более или менее, и чуть-чуть, ну, так или иначе, сочувствие и эмпатию. Убивать врага и сочувствовать ему весьма сложная штука. Нужно только иметь убеждение, что это он уже сделал, ну, уже со звукового, да, что он враг, и он там враг моей страны, и то еще, ну, тогда можно, тогда со зрительного убивать. А вообще, самого зрительного убивать, то есть, в принципе, одно из основных предназначений мужчины защищать, да, и нападать, он не может выполнить. Поэтому, как бы так, видимо, они особо не находили себе места в первобытной стае, и их немного среди мужчин, да, но, чем больше их среди мужчин, тем, как бы, развитие, это цивилизация, но это уже мы на высоком уровне развития общества. То есть, зрительное, это как раз, феномен, который я часто вижу, это женщина, которая просто мечтает быть на виду, чтобы все на нее смотрели и любовались ею. Но она настолько критично относится к своей внешности, что она боится быть на виду, ну, как на подиуме, на сцене, это самое. У нее там сердце так колотится, как паническая атака, бешеная такая возникает, что ей лучше спрятаться и жить, как серая мышка. Так бы спокойнее. Но сильно хотелось бы. И у нее все, по сути, есть. Она красивая обычно, да, то есть, вот наличие зрительного вектора дает ту женскую красоту, которую мы считаем нормативной, то есть, ну, по-настоящему, действительно. я объясню, откуда. Дело в том, что в стае, вот эта вот женская часть, да, того, что нет у Толкачева, именно зрительные женщины, они репродуктивно слабые, не в обиду зрительному, всем сказано. У них не может быть так, 30-50 детей, как у уритральной. Так каждый год может рожать достаточно покойно, да? А ухаживать за ними, за вот этими, да, плачущими, эти самые, у нее сил и желания нет, у этой уритральной. То есть, она наштампует. А вот кто будет с этими миленькими, маленькими, с вот этими милашками общаться? А вот как раз ее предназначение было в стае детский садик, условно говоря, да, то есть, и она лицом на ребенка очень похожа. Ну, понятное дело, я пришел к внуку с бородой, усами, и он меня три года не принимал. Самый страшный дядька в окружении, хотя и батя там, вроде бы, у него тоже с бородой, мой сын. Ну, в общем, такое, то есть, для того, чтобы ребенок принял, да, лицо должно быть таким немножко детским. И женская красота, это немножко детская красота, да, и, ну, опять же, инфантильность этим особам, она всегда присуща, да, инфантильность и в характере. Так вот, желая всеми фибрами души быть на виду красивой, получать аплодисменты и все время подтверждение своей красоты, да, восхищение, восторг, она часто прячется и ведет себя совершенно иначе. Хотя, ого, я, могла бы. Я иногда не удается эту серую мышку вывести на подиум, чтобы она закайфовала, получила. удается, 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 но не просто, потому что там бывает довольно-таки сильный этот испуг. А, кстати, здесь испуг, страх, ведущая эмоция. Вот я вам помню, я рассказывал, что одна из задач была зрительного, это увидеть крадущегося ноги, уж не видно, вот в этих всех этих самых, можешь прячется, увидеть вот это движение и просигнализировать в стае, что, особенно, чтобы деток спасли, понимаете, то есть она вот это, и вот всегда глаза расширяются, потому что происходит фиксация анатома, она видит только это сейчас, да, и это нужно, страх нужен, чтобы вот, ну, сразу же тоннельно увидеть это существо и понять, что действительно не ветки там колыхнулись, да, а это вот тигр крадется, но все силы уходят и у него наступает паралич. То есть, ну, уже по выделяемому ею феромоном и внешнему виду оральник закричит «прянься, хавайся» и если ее кто-то подмышку захватит и унесет, поэтому они, кстати, весьма часто легкого телосложения, потому что, да, чтобы уносить, да, эту парализованную от страха, но эти могут, да, унести, другие, ну, в общем, так или иначе, их все-таки стая спасала, потому что, ну, куда же без них, да, сами они часто парализованы страхом. Вот зрительная, да, казалось бы, испуганная, прячущаяся за кулисами актриса, которая выйти не может. Она экстраверт, но, в принципе, реализация всегда будет. Роли в семье, вот она на сцене не стала играть там, Джульетту, а дома она ее сыграет. И выиграет. И мало не покажет. И вот, знаете, вот эти вот таланты, примененные не совсем к месту и там, и как, то есть для одного зрителя, даже если он будет понимать, что это, что это роль, и он должен просто похлопать, она там и поплакала, и поулыбалась, и весь спектр показала. Он должен так воспринять, как театр, ну как театр, не то же, блин, мне театр тут устроил, а что это за фигня? А вот, молодец, ну все, афлодисменты, вот тебе цветы за это, вот тебе, это самое. То даже в том случае, если он так начнет реагировать, ей одного зрителя будет мало, поэтому она, понимаете, как бы почаще и со многими, и так далее. Понятно? То есть, все равно, ее актерство вылезет, ну вот, она будет такая экстравертная, истерическая, экстравертная. Здесь экстраверт, это кожный, ну, чек внешнего пространства, да, ему, в принципе, очень важно, что где лежит, особенно не очень хорошо, да, то, что можно легко присвоить, и чем больше легко присвоить, тем лучше, да, то есть, вот так, он, как бы, на это настроен, и он во внешнем пространстве, вообще, как бы, кожный вектор всегда заставляет человек, вот он куда-то попал, он его сразу же исследует, это пространство, и найдет, где там ягоды, где там что-то, где-то еще, да, и сразу же, да, все ресурсы сразу этого пространства, и вообще, кожные люди, они долго на месте не сидят, да, вот в этом их экстравертность, они ездят, смотрят, путешествуют, весь мир, то есть, вот эти люди, которые мечтают всю жизнь, да, работать так, чтобы путешествовать, это все кожное, они, в принципе, им нужно, да, засидеться на одном месте, для них это катастрофа, и они, кстати, чаще всего, в отличие от этих, они страдают страхом замкнутых пространств, как это, клаустрофобия, спасибо. Ну, и есть у нас еще один экстраверт, это уритральный, ну, это экстраверт, пробивающий стены, то есть, он ищет чего-то невозможного, да, то есть, он как, да, жарко и душно, сейчас, не открывайте, как мы, как зрительник, ну, пусть чуть-чуть, Маша, напомнишь, мне заприкрыть, сейчас немножко быстро, да, он впереди стая, он всегда на виду, он очень демонстративный, да, он ездит на самой крутой машине, у него там, хотя может жить и в самом минимальном, но его видно, короля видно в рубище, да, он всегда, в принципе, всегда король, в чем бы ни было, ну, в принципе, не отказывает себе, если вот у него появляется, он всегда, самый лучший у него, да, то есть он очень такой, он, это вот все, да, корона, вот это его, он такой вот, да, хотя, в принципе, интересно, что он очень демократичен, и он не задается, если кожный задается, да, вообще кожный воспринимает окружающих очень специфически, те, которые со мной на одном уровне, это мои конкуренты, да, те, которые ниже, это уже лохи, которые не умеют жить, да, а вот этим я завидую, но когда стану таким, как они, я от них ноги вытру и пойду дальше, то есть вот, ну, все время двигаясь по лестнице, он меняется в статусе, и ему все время хочется еще выше забраться, еще выше забраться, еще выше забраться, но опять же, я сейчас, когда рассказываю некоторые тенденции, да, я не говорю о каждом конкретном человеке с кожным вектором, хорошо? Я хочу, чтобы вы сейчас уловили тенденции, и в принципе, в большинстве из кожных, людей с кожным вектором, они будут просматриваться, у кого-то будут очень, знаете, так интеллигентно, аккуратно просматриваться, а у кого-то вот буквально так, когда тут принцип курятника, да, растолкать ближних, нагадить на нижних, вот и вся за жизнь, вот это будет некий лозунг определенного типа, ну, определенного уровня людей с кожным вектором, они очень презирают, вот выскочки, которые у нас в политике, да, которых там ловят где-то полицейские, и они там и полицейским хамят, и всем хамят, да, они понтовые, да, им это нужно доказать, и вот это вот из них прорывается, да, хотя, казалось, они же на этом и горят, потом ей должности часто теряются, но он не может он выдержать, он должен показывать, что он круче, а у этого нет, он никогда не будет показывать, что он круче, он вообще каждого ценит, даже самого этого самого, он найдет ему применение и место, он такой, как бы вот, почему его и любят, в принципе, его любят все вектора, даже этот, ну, чуть-чуть, для себя, для себя, потому что, в принципе, вот этот наушко, этому может шепнуть такое, что никто не ожидал, что этот чебучит, то, что этот захотел, то есть, этот манипулирует этим, тут же непонятно, кто из них главный, и так далее, такие сложные, и так, четыре экстравертных вектора, по сути, они являются управителями этих аспектов, то есть, кожный управляет пространством, как бы, да, используя и в каком-то смысле, компенсируя, но кожный обычно, для того, чтобы бегать, ему не нужны мышцы, такие массивные, да, толстые кости, большой, здоровый дядька, братки, вот такие, вот шкаф, почему, в принципе, кирпич, кирпичообразные люди обычно, да, такие, то самое, но он быстро не побежит, вряд ли так он бы, а вот этот, он, понимаете, да, то есть, он облегченная версия, и, в принципе, это его недостаток, да, то есть, и поэтому, у кожного вора в законе, который чаще не шкаф, да, смотрите фильмы, все там, документальные, не только художественные, но у него на службе вот эти вот шестерки, которых и убивают на разных разборках, а этот чаще всего и выживает в таких случаях, потому что он шустрее. Понятно, да? Здесь у ритрального в определенном подчинении, но чаще в дружеском смысле, я говорил, да, что ритральный он очень демократичен, и он не будет так использовать, как этот, вот этих, да, этих презирает. А этот, в принципе, знаете как, это для него тыл, он очень уважает этих. Кстати, у анальных очень важно чувство уважения, им очень, хлебом не корми, дай ему уважение, да, и вот они, ты меня уважил, он там насмерть будет стоять, закрывать тыл у ритральному, да, и с них хорошая получается связка такая, то есть, ну, достаточно. Но все равно этот служит этому, даже в том случае, вот я вам сказал, это действительно, ну, такая правда, мы, как вот в законе, в кодексе Наполеона, да, отцом ребенка считается муж, да, ну, вот, да, такое бывает, женщины достаточно, ну, слабы, да, перед у ритральным, вот он может забеременеть, а этот может выкормить, не своего, ну, одним у ритральником больше будет в семье, да, и чаще всего, такие, такой рождается первый ребенок, ну, она, как бы, первого от другого, а потом уже своих рожает, да, то есть, вот такой, это самое, у ритральный, я не хочу у мужчин сейчас вызвать чувства, да, надо бы проверить, чьи это дети, это не всегда, не обязательно, я просто говорю, что в стае, когда они жили, их достаточно было, то есть, в каждой стае был у ритральный, да, он такой, осеменитель, его идея принадлежит, что все люди братья, потому что, возможно, действительно, это все его дети, понимаете, ну, да, понимаете, то есть, вот такое, поэтому, вот идея, все люди братья, у ритральниками создана по понятной причине, и он каждого ребенка приветит, потому что, ну, может быть, да, скорее всего, да, вдруг мой, оральный, в данном случае, интересно, что оральный находится, то есть, он здесь, интересно получается, что здесь управляют экстравертные, да, а вот здесь, с головы, да, управляют наоборот, интровертные, поняли, да, то есть, то есть, этим управляет этот, он сам часто не попадает туда, где бы ему нужно собрать информацию, потому что обычно другие чувствуют, что цель змеюка подколодная, как только он подходит к какой-то компании, да, а его уже немножко так подвычислили, да, все о чем-то таком своем, о женском, перестают говорить, да, ну, блин, непонятно, что потом он будет, да, ну, как-то вот. Как он подойдет, так руководство сразу знает, тогда он уже звонит. А вот ему прислуживает оральный, он рубаха парень, ему вообще сложно не рассказать, в его присутствии хочется всю жизнь до самого-самого рассказать, то есть, мне часто клиенты говорят, вот я вам рассказал то, что никому не рассказывал, ну да, я оральный, ну, как бы я использую в мирных целях, чтобы потом помочь им этого человека. Вы можете же им. Но, и он же, кстати, всегда будет клясться, что только аж мне, это же по секрету, ну да, все, и сразу же будут знать все. Я вот, в принципе, когда СВП узнал, то интересная у меня обратная связь с руководством была. Я, когда мне хотелось сказать, как я в извращенных позах руководства, да, то я находил оральника и ему рассказывал это, зная, что через пять минут это будет в ушах руководителя. Я нам в глаза не могу сказать, да, ну такое у меня свое извращенное понимание, да, ну, субординация. Вы точно звуковик? Я же сказал, у меня четыре вектора, у меня звуковой, оральный, вот сейчас я его использую, зрительный и анальный. Ну вот, поэтому, ну так как они, они еще очень чудернацки сочетаются, это еще, это еще более высокий уровень знаний на этой системе. То есть, этот прислуживает этому, этот несет ему информацию. При необходимости он глашатый, он распространяет информацию, которая выгодна для этого. Журналисты, журношлюхи, вот это все из этого, да. Кто-то подкидывает какой-то жареный факт, да, какой-то это сам, который сразу вызовет, а теперь раз-раз-раз-раз-размножили, разнесли всем, и все так, а этот управляет. Кроме троечки. Кроме зэ, кроме зэ. Ну, информационные вектора, они осторожно с вот этим, но они могут это видеть и чувствовать, да, что тут, что тут какой-то подвох, особенно звуковой, да, он поймет, что это какая-то ерунда. Он же может в масштабе посмотреть, да. А что это мне сейчас рассказывают о том, что какой-то автомобиль где-то там разбился, да, хотя, например, кого-то поймали на взятке. И тут это раздувают, а это, ну, она мне прикрывает информацию. То есть я смотрю всю информацию и понимаю, что сейчас происходит манипулирование. Для того, чтобы отвлечь меня от этого, мне подсовывают какой-то, ну, яркий, да, момент. И в данном случае сложно, вот именно информационная квадра, она тоже сама очень специфична. Сложно сказать, кто тут у кого служит, да, зрительный звуковому или звуковой зрительному, но звуковой сильнее зрительного. И он, в принципе, ну, мощней, да, ну, все равно получается то же самое, да, он мощнее и он может управлять звуковым ну, через мудрость, да, здесь эмоции, любовь, сопли и так далее, а здесь вот звуковой может управлять зрительным, да, через мудрость, то есть и некое снисходительное отношение, ну, прямого. смотрите, вот здесь нету прямого как бы такого использования, да, и здесь нету прямого использования, то есть здесь некое сотрудничество, вот здесь использование по вот этой диагонали, а вот здесь сотрудничество, симбиоз, да, больше к равноправию такое тенденция. Поэтому в принципе зрительные в неком подчинении находятся у звуковых, но это не рабство. Какие профессии в основном у зрителя? Художник, писатель. У зрительного один из аспектов это, кстати, даже беда, это сильно развитое воображение. Оно в принципе может быть непроизвольным. Узер, наверное, это орань. Классический пример скажу, сейчас мы же увидела мальчика, понравился, влюбилась в него, уже вышла замуж, нарожала детей. Вышла замуж, нарожала детей, поругалась, развилась, расплакалась и отвернулась. Она всю жизнь с ним прожила, хотя они только глазами соединились. это неуправляемая фантазия. И вот там она очень часто играет злую роль для зрительного вектора. И с другой стороны, смотрите, процесс отражения реальности, я вас сейчас вижу, вы существуете. Я, по крайней мере, могу так предположить. Шутка. Звуковая, кстати. И так, но там в нашей голове только в зрительном и звуковом векторах может возникнуть того, чего не существует и никогда не существовало. Образы, идеи, теории, то, что делает нас людьми. То есть всего вот этого в природе не существовало. Всё это возникло здесь сначала, его не было. Оно из головы вышло, через руки, через какие-то действия, оно вышло наружу, превратилось в вещь, в цивилизацию, которой мы пользуемся. Всё, что здесь, этого не было. Это не отражение. Вот в этом мире, который мы создали, он не только отражение, именно благодаря этим двум векторам он что-то ещё. Там есть то, чего не существует. Мир фантазии, мир фантазии, мир идей. И это, кстати, многих философов, которые всегда, философы всегда звуковые. Вот Платон, это классический звуковик, описавший изнутри, ну по собственному, он сказал, этот мир вообще тень. Настоящий мир, это мир идей. Идеи, как бы, как проецируются, как на экран, как тень, солнце, человек, тень. Вот тень, это мы, по его мнению, это мы. Это как у индусов, что это всё майя, иллюзия. Опять же, точно такое же. А настоящий мир, это вот те какие-то изначальные, вечные идеи, которые умозрительно можно видеть. Слово идеи, это то, что видится умом. Это чисто звуковое. Но он создал, не знаю, для меня это Толкиен, создать целый мир с языками, с расами, да, то есть, прямо вот. А его же этого мира нет. А скольких людей он увлекает, сколько этих Толкиенистов и так далее. И это вот создатели миров. Звуковые, как раз они сориентированы на красоту, на эстетику. А зрительные в создании миров, они сориентированы на эвристичность. Помните вот это? Эврика! И побежал голым по городу, да? Ну, кожное тело в парте воду, он не теряет вагу изроду, уходит из витуды, силы в парте воды. Закон, который открыл Архимед, когда мерял, ему нужно было корону измерить, да? И вот это эвристическое чувство, оно ведущее у звуковых. А зрительный он красота, романтика, любовь. Любовь они придумали. Да, вот. Это только ихнее. Я говорю страшную вещь. Вы что, не пугаетесь? Устали уже, да? Сейчас я подчеркну, сейчас я подброшу сюда, извините, говенца, да? То есть только зрительные умеют любить. Этого у других нету. Там похожие чувства, но не те. Поэтому, если вы ждёте, что все будут любить, вы делаете кардинальную ошибку. Есть люди, которые не способны любить так, как любят зрительные. Любите ли вы то-то, так как люблю его я? То есть только зрительные могут так любить. И только там, способны, как вот это в Юноне-Авось, ждать, ждать десятилетиям, потом уйти в монастырь. Почему? Потому что у неё, кроме реального объекта, в голове выстроилась полная копия её любимого. И у неё, в голове, он всегда был с ней. Как она могла ему изменить? Но это виртуальная копия, которая часто у зрительных женщин после развода остаётся, предыдущего мужа, и выходя замуж за нового, она в троице, один в троице, виртуально, другой, реально, и тоже возникает его копия в голове, и там, в общем, довольно сложные чувства. этот образ, кстати, можно, это практическое применение, можно дезактивировать. Ну тут всё, ну понимаете, всё, что человек мог сделать, другой разобрать может, да, из формулы любви, там этот, который карету разбирал, да? Он не дурак. И детализировал так, да? Это можно убрать. Ну, вот эта виртуальная реальность тяготит над зрительными, сильно тяготит, они как бы вот живут в этих образах, ну начиная с того, что они себе рисуют принца, да, из так немножко похожего на принца, а дальше с этим носятся. А он, оказывается, не принц, это вообще творение моей фантазии, да? Я это всё дорисовала, ну а потом в это влюбилась, а потом от него жду то, чего я дорисовала. Я остановился сильно долго на зрительных. Потому что я всех ею. да, у всех есть, кстати, зрительные, зрительные. Я не уверен, у Дениса есть ли зрительные. Я думаю, у него есть звуковой, но не знаю. где твои очки? Я не знаю, где твои очки. у всех, у всех векторов есть свой орган восприятия. Это немножко необычно будет звучать, особенно касательно нижних векторов, да? То есть у ретрального это гениталии, и это орган восприятия будущего. если бы наши гениталии периодически не сводили нас с ума, мы бы перестали размножаться. Понимаете? Нас же заставить преодолевать эгоизм, да? А рожать ребенка достаточно трудоемко. Мало только родить, еще до 21 сейчас надо вырасти, да? Ну, до 18, я не знаю, как бы, да. В общем, это событие, в общем, это такие обязательства, ну, блин, на 20 лет, считай. То есть надо сойти с ума, чтобы это сделать. Поэтому, кстати, child free есть, То есть, те, кто не сходят с ума. И, в принципе, природа достаточно мощно нас привязала к будущему, да? Через то, что в этих сексуальные желания появляются, которые так бум, и мы, как бы, что-то совершили, да? И ребеночек появился. Понятно, да? И у анального вектора самое неприятное, за что до Фрейда эту тему закрыли, его же коллеги анальные, да, ученые, сильно их это возбудило. Но выражение задницы, чувствую, периодически проскакивает. И это буквальное выражение, район анального отверстия, и это орган восприятия прошлого. Ну сложно как бы это объяснить, но эта часть тоже думает, как и гениталии тоже по-своему думают, да? То есть и тоже можно объяснить по функциям толстый кишечник, по крайней мере, да, ближайшая его часть, она в принципе связана с тем, чтобы из пищи забрать все самое ценное, да, и выбросить ненужное. Это одна из функций, кстати, в широком смысле анального вектора очистить, убрать грязь, оставить чистоту и так далее. То есть как бы зерна от плевел, да, и передать информацию максимально точно. И если мы говорим о мышцах, я уже говорил, то есть мышцы, у них особенность этих людей с мышечным вектором в мышечном векторе в том, что они достаточно простые. Берешь и кидаешь, берешь и кидаешь. Однообразное движение, которое приводит к мышечному напряжению. Хорошо, приятно. Покидал, чувствуешь себя хорошо. Подъем. в атлетических залах практически преимущественно мышечные. Ну что, пожал штангу, хорошо. Выделяются, я еще одну вещь сказал, еще буду к этому возвращаться, я просто некоторые вещи, которые запланированы дальше, системно рассказываю, немножко здесь такими отдельными мазками. В каждом из векторов выделяется определенный гормон. Это отдельная сложная тема, я не биолог, поэтому я могу тут ошибаться, какие именно гормоны. Но выделяется вещество, которое доставляет удовольствие, связанное с этим. Если кто-то так, имея хотя бы немножко мышечного потенциала, знает, что когда упахался, упал, такой счастливый, то в принципе вот это удовольствие и зарабатывает тот, кто упал, упахивается, это кайф. То есть действовать в своем векторе это кайф. Притом знаете как, бесплатно собственный изнутри ну в общем отличный момент. Это я правда из кожного говорю. Но смотрите, что у кожной это кожа, при том кожа вообще удивительный орган. можно вообще три отдельных занятия говорить. Давайте немножко. Кожа во-первых двусторонняя, она и внутри есть. И любой орган имеет определенную кожную поверхность, он отделяется от других. кожу и тут и вот эту. И потом смотрите, на коже есть волоски. И мы чувствуем первое, что прикосновение, это через волоски. кожа кожа сшелушивается, то есть верхние слои всегда умирают. Что мы в бане делаем? мы как это называется? Краве. Мы часть кожных элементов выбрасываем. Обратите внимание, что у человека растет, когда он умер. Кто дольше всего? Какая часть выживает? Волосы, ногти. Эта часть живет дольше всего. Она наиболее автономна. Поэтому к выживанию кожная имеет непосредственное зубы. Зубы тоже. Да. И что еще особенного в этой ситуации? В том, что когда ты бежишь по лесу, тебя хлещут ветки, твою нежную кожу делают больно, как-то же с этим надо выжить. Она с одной стороны должна быть нежной, чувствительной, как у щипача, который по карманам. Щипач это, вы знаете, это криминальная специфика, это только кожный. Он так залезет и так достанет, что никто не заметит. Очень должна быть нежная с одной стороны, а с другой стороны, как же быть, как же это и на горошине и так далее. То есть он бежит по лесу и ему больно, его клещут эти ветки. Поэтому здесь выделяется гормон стресса, который делает это удовольствие, компенсирует им эту ситуацию. Поэтому БДС это кожное развлечение, преимущественно. Особенно с нанесением всяких повреждений на коже. Пирсин тоже. Да, Жан-Джак Руссо написал исповедь, но правда он там кожно-анальный, его по заднице бил, он специально делал проступки, чтобы его пороли. Флагеляция, самобичевание, вот это все из этого. Это будет кожное развлечение. И он получает там гормон радости, это мазохизм. Но в мазохизме есть скрытое удовольствие. Вот в принципе вот эти нижние органы понятны, то есть они специфичны. Я хотел сказать, что это тоже по Толкачеву это органы восприятия. По Толкачеву органов восприятия не пять. У нас вот зрение, слух, обоняние в косовое качество четыре и осязание или кинестетическое. Так вот у него кинестетическое распадается еще на четыре. Он сделал это более точно и в принципе это действительно так и есть, потому что это комплекс разных ощущений. По аналогии с муравьями мышечники это воины получается рабочие муравьи? Да, рабочие муравьи. Мышечники это рабочие муравьи. Вот это воины. Это воины. Смотрите, это и фуражеры. То есть тут как бы муравьи не настолько они не на восемь разделились, они на четыре разделились. То есть они там смешаны. Этот добытчик за пищей. Добыть ресурс. а воины тогда то они же и воины. Ну и мышечные очень. Мышечные как основная маха. Мышечных же больше всего по сути, да? Да. Они больше всего гибнут. Ну хорошо, давайте аналогия. То вот это будет пехота, а вот это будут командиры пехотные, офицеры. Либо конница. В любом случае им тяжелый конник не нужен. Эти будут драться чаще всего на кулаках, да? Вот это там надо маясь на войне. А эти стрелами будут стрелять. То есть на войне они получают удовольствие делать. Да. Грубо говоря. Те более если для них умереть там это то к чему они стремятся. Нет, но эти не хотят умирать, но эти хотят продвинуться, а не стать командирами еще более высокими, еще более высокими, еще более высокими. стать командующим армией. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это никогда не станет генералом. Они только случайно становятся офицерами. это дело. Ну вот да, это армия. Это армия. Притом нападающая армия. То есть у нас сейчас очень интересно у всех стран Министерство обороны брыхня. Обороной будет заниматься только анальный. Он свой дом, да, не пядей земли. Вот это он не сдвинется. Со своей не сдвинется. А чужой он не пойдет захватывать. Потому что у него вот эта прослойка достаточно обширная и она существует всегда. И ей надо эти позывы чем-то запекать. Спортом и так далее. Да, чем-то да. Нужно реализовывать вектор, который у нас есть. Нужно реализовывать. Вектор нереализованный приносит ощущение страдания. То есть если мы его по какой-то причине не реализовываем, как я, например, зрительный, но я его частично реализовываю, мог бы больше, то у меня чувство определенного недостатка полноты счастья. Просто другие дают мне свои кайфы, и я ими. Исходя из них, я могу генерировать тот вектор. Так кстати бывает у многих. Дело в том, что широко одаренные люди это проблема. То есть если у тебя и там и там и там получается лебедь и щука это тебя тянет туда красивым, а этот тянет туда к умным. Хоть разорвись, а тот копает. Ему прочь. Он напахался, простой пищей наелся, счастлив. Да. Копатель могил жаль. Окей. Если вам интересно, можете еще сдержаться. А время 2,5 часа Маша минус перерыв и минус 10 минут начала мышцом полдевятого и перерыв 15 минут. Ну то есть по времени как бы все 7,8 полдевятого сейчас 15,9 но мы можем еще 15,15 общаться как у вас по времени или у вас силы есть? Мы до пятницы совершенно сомн будем. А ты вектор еще доминирует? Я кожно и менеджмент если есть возможность кожно зрительно звуковая это Маша да кстати у каждого очень у каждого из них свои отношения со временем вот это я говорил голографичность векторов то есть они вроде бы эти два непосредственно за время отвечают это их основная функция но у каждого из них есть своя связь со временем кожный это своевременность большой в большой семье клювом не щелкает щелкнул нету уже еды все быстренько надо схватил и убежал расскажу анекдот кожный полностью весь кожный сидят воры у них такой пикник условно говоря и тут быстренько выскакивает крыса хватает кусок и начинает сматываться реакция у кожных очень хорошая и один так заточенный этой самой тарелкой убил крысу смотрит а что ты сделал мы тут воры крыса вор ты убил что такое не по понятиям это что впадло с нами посидеть но в принципе да крыска это кожный хотя она претендует и на обонятельные там позиции притом смотрите интересно есть еще один момент который тоже супер важен что звуковой он очень похож в каком-то смысле да имеет много общего с уритральным и этот в будущем живет да и этот в будущем потому что увидеть как бы как будет развиваться модель предположить да как он увидел как вселенная устроена и может теперь точно сделать прогноз одна из задач звукового да прогнозировать будущее а этот создает будущее то есть он совершит такой поступок который никто до него не вот знаете те люди которые по-настоящему делают прорывы в мире они всегда имеют эту связку у этого есть внутренне сильнейшая энергия да и безбашенность прирожденная чтобы полезть туда куда никуда никто не лазил да и там вообще-то страшно это должно быть два человека у них в одном человеке вот у маски у маска это есть да и вот но я к тому что изучая свойства и чтобы не запутаться да но знать они очень похожи в определенном смысле и я сейчас вам нарисую ряд похожих векторов но в чем юмор в том что они еще и дополняют друг друга некие ограничения этого преодолевает этот этот кинется в бой как там не знаю наполеон главное ввязаться в бой дальше посмотрим у него настолько быстрое мышление что он моментально найдет никто такого не делал у него уникальное будет решение он моментально его примет и выиграет бой потому что никто не ожидал они там на карте их играли раз и не так пошел и все он не думает наперед как бы я сижу и думаю наперед он не думает наперед он думает в этот момент сейчас и находит моментально в качестве озарения решения а этот думает наперед и в принципе бывает такое что вот это действие заводит на манюци у ретрального а этот может все-таки предусмотреть куда ходить не надо но умом медленно там соображаем понял то есть каждый я сейчас нарисую вам вектора уже использую символы если что-то переспрашивайте как они те которые как бы они верх-низ верхний нижний они очень похожи друг на друг вы удивитесь но кирпич мышечный очень хорошо сочетается с оральной мышечный мужик оральная баба вот это вообще классика определенной культуры вот а внутри как рыбак и золотая рыбка мышечный мужик оральная баба ну чем и закончилась правда опять возле этого корыта ей все мало было да вот ну вот они так и живут она на него орел то он мышечный не обязательно здоровый это на стероидах разъедаются мышечный может быть очень такой сухой поджарый да но ну да но семежимый да но работает так что блин фиг то его блин то есть это не обязательно штангист да ну да анальному соответствует зрительный и те и те с любовь и те и те отношения в первую очередь ставят для них важно очень ну это отсюда конечно отчетливо да то есть вот но это поддерживает семья да вот все и они в принципе тоже этот грубоват а это изящно он правду матку прямо прямо я душой кривить не буду я прямо сейчас тебе в лоб скажу но он же тоже не менять информацию он должен передать как она в голове возникла так он сейчас его втащит да человеку а здесь деликатность здесь такого не сделают здесь мягко скажем дальше у нас будет так господи кого-то потерял кожный вот у этого есть особенность если там бабло он может туда ломануться а там опасно и погибнуть и в принципе таких достаточно много да а этот нет этот тоже по баблу самые богатые люди финансисты Сорос вот он да но он не побежит он знает туда нельзя то есть у него как бы есть запобежник есть предохранитель извините кто украинского не знает вот он как бы он тоже по кожному будет действовать он тоже на выгоде только будет строить но он аккуратненько а это так может как-то немножечко и вляпаться да и немного в общем проиграть ну он же как бы там немножко и жертва да а это вот тот кто в жертву приносит ну ладно это у них сложное взаимодействие вообще это два самых таких сложных их описывать потому что они очень разнообразные да я напоминаю этот сейчас нам вакцину сделал от коронавируса да уважаемый человек да ну и и мир завоевать из этого же ну такое разное и раз два три четыре все я нарисовал полное это сочетание а этот обонятельный мог же и этот вирус мог и создать да мог и создать бактериологические эти самые все оружие химические вещества это все они да вот тихо травить потихо ну он так понимал выживание в этой ситуации и когда вы будете ну тоже да рассматривать вы должны понимать что они очень похожи но с другой стороны имеют и существенные отличия и дополняют они хорошо сочетаются вот есть еще вопрос и вот на этом наверное я сейчас это расскажу эти 15 минут закончится да на сегодня будет достаточно что они бывают в разных отношениях плохо тому у кого есть контрарные вектора то есть те которые плохо сочетаются они могут притом интересно что а в одном из случаев они и их дают очень мощный эффект но сложно переживаются внутри это ауритральный и звуковой ну самый хороший пример это есенин бухает трахает всех женщин но в принципе имел буквально в смысле имел и тут он раз закрывается всех шлет друзей пишет стихи звуковое они знаете как масло и вода вот если то они не смешиваются и они очень резко переключаются внутри человека который имеет эти два вектора но если он нашел такую разумную тактику их соединения то конечно он мощь в принципе Толкачев имел это сочетание и оно у него хорошо давало прорзел прорыв в ноге а есть вектора которые практически недолюбливают друг друга ну например вот эти все не буду ничего стирать в общем вот эти два вектора сильно не любят друг друга кожный честный порядочный чужого не возьмет это я за анального рассказываю честный порядочный чужого не возьмет мне чужого не надо и с его точки зрения выскочка только лишь рвач живет нечестно он не пашет как я а имеет больше и меня никто здесь специалиста такого классного не ценит они специалисты потому что они очень усидчивые это вот как это вообще зло и деньги тоже зло потому что они обычно у них они у этих да а этот говорит этому но если ты такой умный чё ты такой бедный блин ты же лох и понимаешь и да если это в одном человеке то конечно тяжело этому человеку потому что у него а учитывая что эти вектора они как бы нам даны но с биологического уровня да они были еще в стая ну до человеческой до homo sapiens то их толкачёв называл обезьянами обезьяны у нас то вот эти обезьяны сильно держатся ну то есть я пойду там вот ну кожный вот сейчас денежку срублю ну и что что ж ты не честно трудно понятно да в общем принципе оно есть возможность есть возможность их хорошо сочетать и самое интересное что ну как он прозвали тоже по традиции что те кто нашли правильное сочетание это люди танки обладающие очень большой пробивной силы они нашли компромисс то есть когда надо она не говорит да ладно это туда отключается потом этот выходит ну тебе честный но обычно они это делают так этот но я вам я снял да его зона его пространство это дом для семьи он тут честный ну а тут уже принципе да тут кожный внутреннее пространство внешне все хорошо все правильно да то есть он там как бы добывать кожному приносит в семью и принципе все его любят дома поэтому имея контрарные а еще один контрарный давайте еще скажу контрарный это зрительные и обонятельные знаете чего бояться сильнее всего зрительными змей а таком а это же змея ну в принципе это действительно смотрите что у змей там жал она вообще живет обонянием да а это тоже живет обонянием у него что-то змеи иные есть холодная то есть он в принципе как бы он понимает вот если вот этот человек мешает мне или сообществу не раздумывая как товарищ сталин он пошлет этого человека на смерть есть такой интересный исторический момент когда разговаривал сталин с одним тоже известным но я не буду сейчас уточнять с известным человеком и показывал на портрет и говорит как ты думаешь как я отношусь показывать на свой портрет к нему не знаю товарищ я его боюсь больно ну это некое такое внутреннее раздвоение то есть в принципе ну и тот кто кто котенка до человека ну как это слеза ребенка достоевский да она ничего не ну никакое достижение не стоит от одной слезы ребенка и как это может сочетаться в достоевском оно и сочеталось тот который мог видеть глубины человеческого вот этого звериного нутра да тот кто мог мог написать да как это может идеал Мадонны и идеал Содомский соединиться в одном человеке ну вот в нем он соединялся сложно было и судьба тяжело окей надеюсь вам было интересно к концу я раскочегарился да в начале как-то немножко дайте можете задать вопрос и дать обратную связь как и будет в такой вот паре например обонятельные зрительные это вот как говорят тень да то есть человек будет себя так вести в каких-то там ну допустим он может себя вести как зрительные обычно а в сложной какой-то ситуации он будет себя вести как обонятельный или нет да будет он смотрите в принципе да вести себя в двух векторах контрарных ну как бы соединяю сложно да то есть некое некое такое слияние и общая позиция сложная он будет как и я вам говорил какие вот уритральное со звуковым либо в том либо в том вот и здесь либо в том либо в том но этот и этого будет презирать и сложно относиться да то есть а этот а этот а этот будет мучительно относиться к тому что во мне ж такая про ну пропасть есть чего-то вообще не человеческого демонического я и думаю идея сатаны и демона отсюда те кто имели такое сочетание они сами себя анализируют они вот да есть демон внутри нас есть мы знаем ну а там уже все остальное приплели на ну скажем да там то есть если бы вместо зрительного был другой какой-то вектор он бы не чувствовал вот эту вторую половину как демона правильно ну то есть он бы чувствовал это ну если да в нем ну а что такое христианство это же религия любви правда странно сколько людей больше всего людей положила именно эта религия да я бы вам скажу потому что к власти пришел и пришли именно вот эти кардиналы папы да посмотреть я смотрите я вам я вам сейчас объяснял принципы некоторые но я например не рассказывал как выглядят эти люди но тут мазком да у них обычно как в анекдоте про евреев водил водил моисей да по пустыне где они остановятся может здесь воняет и уж уходят 40 лет пока не довели туда куда где они остановились да там Ханаан или сейчас Палестина ну сейчас там Израиль ну в общем такой то местность ну и юмор то этого анекдота в том что да вот теперь арабы с нефтью да а евреям до сих пор воняет вот это вот такая складочка вот тут и такое ощущение что человек немножко прибрезует да вот обычно у них тут есть ну не у всех у кого здесь складка да это но такое ощущение ну немножечко так как отстраняется потому что он чувствует эгоизм каждого и мы воняет все мы воняем ему самое лучшее его место где бы он мог жить спокойно это Антарктида где-то где не воняет понимаете то есть это ну фильмы про нюхачей вы видели да то есть вот это в принципе об обонятельных векторе он там сделали его такими делают их такими явными да и открытыми какими специалистами которые свои там таланты продают ну это это маловероятно чтобы так в себя обонятельный вел из своего вектора да то есть он будет всегда скрыт нафига ему эти вопросы нафига ему это известность да то есть он он и здесь как паучок в паутине себя хорошо чувствует а почему тогда тот чью фамилию лучше не называть так себя ведет имеется имеется ввиду товарищ Сталин нет товарищ Путин я думаю что за ним настоящий паук сидит я думаю что за ним настоящий паук сидит то есть его действия обонятельные но его природа не совсем обонятельная он больше ну смотрите если говорить относительно товарища Путина да то с какого то момента я так считаю моя личная точка зрения и я не претендую но я поделюсь да вот как мое то мое мнение его давно нет это фейк это некая витрина да и образ который создан средствами массовой информации образ создан обонятельный а реальный человек он больше был оральным ну с кожей и так далее да то есть с братками работал товарищ ну то есть он вор ну достаточно то самое в почему я так говорю потому что по его биографии он работал в спецслужбах идти его забраковали а спецслужбы да вот эти вот вот эти вот они обонятельные и они своих четко определяют и не своих четко определяют они забракованы он забракованный в этих спецслужбах поэтому у него скорее всего это чуйка оральная потому что они похожи и у того и того есть чуйка на на вот эти животное начало да и на то что этому но только у того круче и он этим может управлять он он может а обонятельный может не пахнуть он управляет своими феромонами понимаете ну и обонятельный может настолько мощно управлять этими феромонами фильм как же он парфюмер вот если человечеству выбросить феромон да они превращаются в то что в последних кадрах это да у них пробуждаются все их инстинкты да их влечение и они превращаются в нечто такое что на нам смотреть как то уже неприятно потому что мы звуковые и мы немножко от этого отстранены именно у звуковых кстати к сексуальным отношениям определенная дистанция он выше этого он может этими страстями управлять вплоть до выключения да ну почти то есть кто может освободиться от влияния обонятельного звуковик звуковик да вот он кого уничтожает обонятельники если хотят овладеть страной звуковиков кто не боится смерти звуковики да то есть ради идеи они пойдут на смерть не задумываясь поэтому этому властелину который хочет да там они мешают установить полновластия но он не понимает что как только он установит полновластия он 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 губит эту страну он губит этот коллектив он ему нельзя управлять управлять нужно только в ретральном ну это опять же да ирония природы да ну ну я завершу сегодняшнее общение мы я имею ввиду вектора и люди носители вектором выживем только в сотрудничестве не пытаясь кого-то и как-то да использовать и принижать да разумно понимая что в хорошем сочетании мы банда мы сила а вот когда все это разрушено мы же все и страдаем хотя на первый взгляд нам кажется что мы нам что-то вот выиграли да вот схватили денежку да в пятером грабили банк да я четверых грохнул ну забрал весь куш я крут но нехорошо это обычно заканчивается да то есть обычно еще неизвестно кто кого застрелит и так далее и так далее и так далее а кто-то потом выжил и пришел объяснить что это был неправильный поступок убить била поняли да понравилось да да это похоже на очерк конечно но немножко не системный но мне в принципе маша попросила чтобы сделал интересно а не занудно надеюсь так и получилось спасибо 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 спасибо